И рука Божья, она не сократилась. И Господь только что говорил со мной о чудесах. И дал мне еще два пункта для чудес. Для того, чтобы чудеса расширились. И где-то я понимал эти вещи всегда, но Господь, Он тебя ободряет, Он тебе подсказывает. И поэтому я хочу поговорить сегодня немножко об этом. Мы подождем подключение людей. И будем говорить о чудесах. И будем верить Богу о чудесах. Слава Господу. Аллилуйя. Бог любит делать чудеса. И чудеса нам очень сильно нужны. Я думаю, вы с этим согласитесь. Слава Богу. Так, немножко проверяю связь. Верю, что все работает. И все будет хорошо. Окей. Господь Иисус, мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. И Господь Иисус, мы сегодня на самом деле собраны вокруг Тебя. И я ощущаю Божье присутствие. Его нельзя ни с чем спутать. Оно неповторимое. И Господь, ты сказал, где двое ли трое собраны во имя Мое, там ты посреди них. И там, где ты есть Иисус, всегда что-то происходило. Всегда что-то происходит. И всегда что-то будет происходить. Только что Господь Иисус сказал мне, напомни им, одно местописание. Это евреям 13.8. Слушайте, а у вас бывает такое, когда нужно открыть какое-то местописание? Ты берешь, казалось бы, большую Библию, только из первого раза только хоп, и сразу же местописание. Я думаю, у вас такое бывает. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, я вспомнил сейчас историю. Это то, чего нельзя делать. Это еще было в 90-х. Один человек искал волю Божью. И он спрашивал Господь, что мне делать? И он решил наугад открыть Библию и ткнуть пальцем туда, куда попадет, и прочитать местописание. Он так думал, что Господь ему покажет, что нужно делать. И он открыл Библию, так, ну знаете, закрыв глаза, палец куда-то поставил, там написано, и пошел, и удавился. Это была смешная история, поэтому... Но так тоже бывает. Задумал какое-то местописание открыть, и оно открылось. Итак, Иисус Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Сегодня, то есть сейчас, Он тот же. Какой тот же? Стал Иисус слабее? Или Он не знает нашу ситуацию? Или Его помазание сократилось? Или Он перестал быть более всемогущим в зависимости от того, насколько сильно ухудшилась ситуация? Вы знаете, друзья, я вам хочу честно признаться, у меня есть одна мысль, что нам как-то верующим нужно, как-то нам нужно верующим перейти вот от того момента, когда нам все время трудно. Друзья, я не отрицаю того, что действительно бывает трудно. Не отрицаю. Тем более в сегодняшнее время. Но если взять в общем всю жизнь, ну не должно быть все время трудно. Не должно быть все время только решение проблем. Не должно быть все время только молитвы прошения. Так же должны быть победы с Господом. Чудеса, исцеление, преуспевание, восстановление отношений. Слава Господу! Конечно же, Бог и так уже много сделал и будет делать. Но и Иисус Христос вчера, сегодня и тот же. И я сейчас расскажу вам также о двух пунктах, которые Господь мне сказал, в сферу чудес. Потому что я постоянно думаю о том, чтобы как мне еще лучше сотрудничать с Богом, чтобы еще большему количеству людей можно было послужить, чтобы Бог мог больше сделать, и чтобы больше дел дьявола было разрушено. В жизни людей. Чтобы принести больше восстановления в жизни людей. Больше свободы. Больше счастья. Но разве это не счастье, когда ребенок исцеляется от неизлечимой болезни? Это большое счастье. Слава Господу! Поэтому ты думаешь, Господь, как мне еще лучше сотрудничать с тобой, чтобы быстрее принимать ответы на молитвы, чтобы делиться тем, что ты принимаешь в большей мере. Исход 34, 10 сказано. И сказал Господь Моисею, вот я заключаю с тобой завет. Перед всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа. Ибо страшно, ух, страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелевают тебе ныне. Слава Господу! Ныне могут произойти такие чудеса в твоей жизни, как минимум того, чего у тебя еще никогда не было. Как минимум твои родные и близкие, все твои поколения, родственники такое не видели, то, что Бог для тебя сделает или через тебя. Как минимум этого никогда не было в твоем городе. Бог может сделать что-то, чего не было никогда еще в твоей стране. Во славу Господу я хочу сказать, что я был свидетелем таких чудес, которых не было в каких-то городах никогда. Там не за всю историю городов или поселков не происходили такие вещи, а я видел это собственными глазами. Бог может это делать, Бог хочет это делать, ты хочешь, чтобы это произошло, и тебе нужно, чтобы это произошло. Правильно? И у нас есть завет чудес. Что такое завет? Завет, это когда все то, кто есть Бог, что у него есть и что он может, представлено тебе в любое время, в любой ситуации. И Бог этим заветом поставил себя в такое положение, что когда тебе нужно чудо, он не может тебе отказать. И причиной этой безотказности, конечно же, является твоя его любовь к тебе. И он намеренно пошел на заключение этого завета. Слава Господу! И дальше в 27 стихе написано, И сказал Господь Моисею, напиши себе слова эти, ибо в этих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. А Библия говорит, что мы дети Авраама по вере. И Библия также говорит, что то, что было при Моисее, славно по сравнению с тем, что происходит в Новом Завете, даже не славно, по сравнению с тем, что сейчас славно. Вау! А разве это не чудесно? Это поднимает наши ожидания, это формирует наше мышление, это корректирует наши действия, и это взгревает наши молитвенные списки, молитвенные просьбы. Но я больше, чем уверен, что вы не хотите увидеть только чудо в своей жизни, вы хотите чудотворную жизнь. Я больше, чем уверен, если вы когда-либо встречались с Господом, что теперь вы не только для себя что-то хотите, вы хотите принести это другим людям. И время чудес всегда было, оно сейчас, и оно всегда было. И завет заключался двумя путями, либо на словах, либо на надрезами и кровосмешением. Ну, мы так не делаем, мы не будем делать, но в Ветхом Завете так было, когда надрезалось ладонью одного человека и другого, и они сжимали руку, и это говорило о том, что заключен завет. Не случайно, что у Иисуса на одной руке был пробит, пробита рука гвоздем, и другой руки. Знаете, что это обозначает? Только что получил откровение. Одна рука, потому что Иисус был и Бог, и Он был человек. Одна рука это со стороны Бога, другая рука со стороны человека, и в Иисусе был заключен завет. То есть это все серьезно. Если Моисей видел такие чудеса, но после всех этих чудес в Египте и в пустыне, Бог сказал Моисею, чудеса, которые я собираюсь сделать для тебя, таких не было ни у каких народов, никогда даже в твоей жизни не было. И если этот завет был заключен с Моисеем, с лугой Божьей, что же мы имеем как дети Божьи? И этот завет был заключен с Моисеем на словах. То есть мы доверяем Богу на словах, но в Иисусе мы имеем завет на крови Иисуса. Чудеса, вау, мы в завете чудес. Это говорит о том, что каждый раз, когда тебе надо чудо, Бог готовит его, готовь его тебе предоставить, и ты веришь Богу на слово. Вы понимаете? Аллилуйя. И я помню, как один человек сказал, ну не все получают чудеса. А вопрос не в том, кто получил чудо, кто нет. Вопрос в том, что Бог делает чудеса. Кто-то сказал, а как насчет тех, кто не получил чудо? Я хочу сказать, а как насчет тех, кто получил чудо? Я сам свидетель Божьих чудес, и мне достаточно Слова Божьего, чтобы знать, что Бог делает чудеса. Слава Господу! Аллилуйя. Одну секундочку. Итак, идем дальше. Теперь смотрите, дорогие друзья. Очень важна необходимость чудес в сегодняшнее время. Чудеса так нужны. Потому что тьма на этой планете, она распространяется очень быстро. Она становится все темнее. Болезни больше, смерти больше, голода больше, проблем больше. Есть запутанность в мире. Люди не понимают друг друга. Народы ссорятся, раздоры. Короче, большие проблемы на планете. Нам нужны чудеса, потому что человечество не может само разобраться и справиться. Человечество все более и более запутывается само в себе. Ну а как без Творца? Как можно без Творца вообще в чем-то разобраться? И такое впечатление, что все, к чему идет человечество, это к проблемам. У нас с вами есть необходимость чудес и в личной жизни, потому что мы что-то не можем решить сами. Слава Господу! Второй момент всегда удивляет. Это то, что... Не только то, что Бог делает, как Он это делает. И всегда такой вопрос с улыбкой. Господи, как Ты сделаешь это в этот раз? Я верю, что Ты сделаешь, но ты всегда будешь удивлен, какие пути Он для этого будет использовать, и в этом будет Его слава. И из-за того, что я не знаю, как Он это сделает, это не значит, что Он не знает, как это сделать. Мне просто нужно доверять. Моисей стоит возле моря, и сзади египтяне, по бокам горы, три миллиона человек, и Он не знает, как решить эту ситуацию, поэтому Он начинает орать. Бог, Ты где? Спаси! А Бог говорит, что ты кричишь, Моисей? Моисей мог бы сказать, но ситуация давит. И понятно, что эти эмоции вышли из Моисея, и Бог говорит, простри жезл, войди в море, простри жезл. И море разошлось, и была дорога. Бог знает, как провести. Если Бог довел тебя до, Он знает, как провести тебя через. Ты дошел до сегодняшнего дня. И если Бог тебя до сегодня довел, Он знает, как вести тебя дальше. Если Он довел их до моря, Он знает, как провести их через море. Если Он привел их в пустыню, Он знает, как провести их через пустыню. Аллилуйя, аминь. И поэтому, если Бог смог довести тебя до, Он проведет тебя через. Через слава Господу. Вы знаете, Библия говорит, в начале было Слово, и без Него ничего не начало быть. И Божье Слово, оно всегда было, оно всегда есть, и оно всегда будет. Но, друзья, и Иисус был этим Словом, но сейчас время не для слов. Сейчас время для проявления. Нам сейчас помогут не слова. Нам поможет проявление тех слов, которые мы уже слышали. Иисус был Словом, понимаете? Но когда Он куда-то приходил, где нужно было чудо, Он делал чудо. Да, Он проповедовал. Да, Он учил. Но там, где нужно учение, Он даст учение. Там, где нужно проповедь, Он даст проповедь. А там, где нужно чудо, Он не будет давать слово, Он даст тебе чудо. Понимаете? Скажи, мне нужно проявление. Я хочу спросить у вас, если вам нужно сегодня проявление, вы можете написать слово проявление в комменте? Я хочу посмотреть, скольким людям нужно проявление. И давайте пусть это, то, что вы напишете, это будет высвобождением вашей веры для чуда. Напишите, пожалуйста, коммен. Понимаете, слово стало плотью. Павел говорит, наше Евангелие было у вас не только в слове, но и в силе. 1 Фессалоникийцам 1,5. 2 Коринфянам 4,20 написано, что Царство Божье не в слове, только, но в силе. Давид говорит в Псалме 62, что Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, чтобы видеть славу и силу Твою. То есть, он уже не только хотел слышать, он хотел видеть. Слово не восполняет нужду. Чудо восполняет нужду. Но Слово произведет в Тебе веру для проявления чуда. Аллилуйя. Со Словом все хорошо. Вы знаете, нет чуда без Божьего Слова. Нет чуда без Божьего Слова. Но Слово без чуда, это всего лишь буква. Это всего лишь традиция. Это всего лишь мысль. Вы понимаете? Бог никогда не планировал отделить Слово от проявления. Проявления не будет без Слова. Но нет Божьего Слова, которое не было запланировано появляться. Иоанна, первого глава в начале, было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть. Но Слово стало плотью. И Иоанн потом, первого Иоанна, говорит, и мы видели славу Его. Аллилуйя. Я фактически хочу прочитать это местописание. Мы будем молиться. Первое Иоанна. Первое Иоанна. Какой же этот стих? Вот. Это третий стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Так. Да. Одно, что мы видели и слышали. Не только слышали, но видели. Слава Господу. Поэтому сегодня, друзья, мы больше нуждаемся в чуде. Бог всегда использовал чудеса, чтобы, или путь чудес, чтобы приблизиться к человеку, чтобы добраться к человеку. Вы понимаете, природа Божья, она непосредственно связана с проявлением чудес. Чудо – это даже не что-то. Чудо – это кто-то в действии, который что-то делает, и это появляется, и мы называем это чудом. Слава Господу! Мы идем за Иисусом, который делает могущественные дела. И, конечно же, в разум всегда придет вопрос, а как это будет? А почему это до сих пор не произошло? А почему я до сих пор это не увидел? Такие вопросы показывают на состояние души человека. Если человек думает, почему я до сих пор не получил чудо, потому что человек до сих пор не поверил, что он получил чудо. Понимаете, допустим, у меня есть ручка. Жаль, со мной сейчас нету другого человека. Ну, допустим, я кому-то говорю, дай мне, пожалуйста, ручку. И мне дают ручку. И ручка у меня. А я говорю, дай мне, пожалуйста, ручку. Дай мне, пожалуйста, ручку. Нет, когда мы просим что-то у Бога, мы считаем это полученным. Понимаете? Поэтому если есть вопрос, почему это не произошло, тогда время углубиться в Слово Божье настолько, чтобы пока эти вопросы не уйдут из вашего разума. Я получил мое чудо. Вы знаете, я, вы же помните, да, я уже несколько раз говорил, что Бог исцелил мою щитовидку. И буквально вчера я наткнулся в айпад на документ одного УЗИ, который делали мне, УЗИ щитовидки. И я уже забыл об этом. Оказывается, одно образование у меня было больше сантиметра размером, сантиметр на сантиметр где-то на полсантиметра. И второе образование у меня было где-то шесть, где-то полсантиметра. И там где-то на полсантиметра. То есть первое образование на сантиметр, и оно росло. Я говорю, ого, и это в моей щитовидной железе такое было. Но я два года говорил, и у меня есть мое чудо, у меня есть мое чудо. Я исцелен, я исцелен. То есть я не сдавался. Но Божья природа, она вся связана с чудесами. Иов 5 глава, 8-9 стих. Но я к Богу обратился бы и предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные, без числа. Кому тебе обращаться со своим делом? К Богу. Почему? Он творит дела чудные, без числа, без количества. Слово творит это сейчас. Сейчас я вкладываю в свой разум возможности, в характер и в силу Божию, нежели в ситуации и обстоятельства. И здесь нужно будет потрудиться, чтобы удержать свой разум на Иисусе и на Божьем Слове. И если у тебя самого не получается удержать твой разум, тогда наполняй себя Божьим Словом о чудотворном Боге настолько много, что это Слово само начнет удерживать твой разум. И пусть твои уста удерживают твой разум. Когда ты благодаришь Бога вере за чудо, когда ты славишь Его посреди огненной печи, посреди смерти, посреди болезни, посреди недостатка, ты все равно прославляешь своего Господа, потому что Он для тебя важнее, ты почитаешь Его больше, и ты соглашаешься с Ним больше, нежели с той ситуацией, которая есть. Вот это и есть вера, которую Бог использует для совершения чуда. Слава Господу! Я хочу сказать, что чудеса также изумляют других людей, они привлекают внимание, понимаете? Чудо это что-то экстравагантное. Допустим, я перелистывал архив, и я даже не выставлял эти чудеса, и одно выставил позавчера, и там еще оказалось столько чудес невыставленных. И это меня так благословило, потому что я забыл про это. У одной женщины не было барабанных перепонок, она была глухая на оба уха. Я выставлю на днях это видео, вы представляете? И Господь открыл ее уши, и она начала слышать. Когда она вышла ко мне, она показывала, что она может читать только по губам. Я помолился за нее, и она начала слышать. Это такое чудо было, и люди вокруг знали это, что она в таком состоянии это бросает в трепет. Разве это не чудесно? Я помню одну бабулечку, которая пришла на собрание, и она была абсолютно слепой, абсолютно слепой на два глаза. И ребята из группы порядка, они привели ее вперед. И Господь Иисус открыл ей глаза, и она начала видеть на два глаза. И люди все это видели, и это приводит в изумление. Вау! Бог действует! И я понял, что, друзья, чудеса это очень просто. Одно чудо, на которое я недавно наткнулся, у женщины была в груди опухоль размером с ладонь. Она исчезла. Я думаю, вау! Господь, ты делаешь такие удивительные вещи. И все, что я прошу у Него в этот момент, я хочу больше. Я хочу больше. Слава Господу! Знаете, мне люди пишут столько о финансовых чудесах, которые происходят. Когда мы молимся, или когда пророческое слово выходит, я часто пророчествую в эфире, и недавно было пророческое слово, на прошлой неделе, что Бог даст финансовую надбавку. И вы знаете, мне столько свидетельств прислали. Столько, когда людям к зарплате сделали надбавки. Это столько смс-ок пришло. Вау! Бог делает вещи! Слава Господу! Если вы захотите сеять в наше служение, сейте, напишите, мы вам ответим. Как вы можете сеять свои семена? И теперь, это то, к чему я вел. Только что перед эфиром. Фактически это стало причиной, почему я сделал сегодня эфир. Я спросил у Господи, Господи, что мне нужно для чудес? И вы знаете, неутомимый Господь, вот сколько Ему вопросов не задаешь, вот столько Он будет на них отвечать. И вообще, честно, друзья, я понял, что Бог любит отвечать на вопросы. Отец, то, что я сейчас переживаю, дай пережить людям, пожалуйста. Я переживаю такое присутствие Божье, такое помазание. Мы склоняемся у твоих ног. Мы почитаем твое сердце. И мы признаем тебя Господом. Господом над всем материальным, над всякой проблемой, над всякой немощью, болезненной. Господом неба и земли. Аллилуйя. Ты сотворил небо и землю. Ты вселенную сотворил. Все тобой дышит. Ты великолепный Господь, реально живущий, присутствующий в нас. И мы тело Христа. Аллилуйя. Пусть твое помазание и присутствие, оно сходит сейчас. На каждого драгоценного человека в этом эфире, кто смотрит в прямом эфире и кто смотрит в записи. И вы знаете, друзья, Бог так много говорил мне о чудесах. Так много. Так много. Но я не устаю задавать ему вопросы. И я говорю, Господь, что мне нужно для чудес, потому что я хочу умножения. И он мне сказал, согласись с тем, что ты помазан для чудес. Согласись. Вы знаете, я помню. Я не знаю, проходили вы такое или нет. Если проходили, напишите, проходили. Хорошо. Я буду вам благодарен, если вы напишите. Мне просто будет интересно читать. И я обязательно почитаю, из какого вы города. Ты веришь, что Бог делает чудеса. Ты веришь, что Бог через кого-то делает чудеса. А как насчет самого себя? А ты же знаешь самого себя? И ты такой, да не, ну чудеса не могут быть через мою жизнь. Все, ты не согласился, что ты помазан для чудес. А Библия говорит, что мы помазаны. Мы с вами христиане. Христос, это слово помазание. Потому что написано, мы во Христе. Деяние 1.8. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. 1 Коринфянам 1.21.22 написано, что утверждающий и помазавший нас есть Бог. Мы тело Христа, а Иисус помазанник. И Он помазан. Друзья, мы помазаны. Все, это факт. Это будет другая тема в сферу помазания. Но нам важно согласиться с тем, что мы помазаны. Смотрите, одни люди... Извините. Одни люди в Отечестве Иисуса не согласились с тем, что Иисус помазан. Помните, Марка 6 глава. Бог исцеляет чье-то колено. И что-то в области правой... Правая сторона, вот область шеи по челюстью Господь исцеляет вас. Смотрите. Иисус пришел в свое Отечество. И они говорят, откуда у него такая премудрость? И как такие чудеса делаются его руками? То есть они увидели, что он услышал, что он делает чудеса. И написано, Иисус не смог там с этого и ритм ни одного чуда. И написано, что Иисус сказал, что не бывает пророк бесчести только в своем Отечестве. И не мог совершить там многих исцелений. Другими словами, люди не поверили, не согласились с тем, что Иисус помазан. Потому что они говорили, не плотников ли он сын. Они смотрели на плоть, на человеческую природу. Но они не увидели в нем помазание, и они не согласились с ним. И поэтому помазание не могло ничего сделать. Друзья, если вы будете думать, что вы не можете двигаться в чудесах Божьих, это говорит о том, что вы не согласны с тем, что вы помазаны. Но если вы знаете, что вы помазаны, согласитесь с этим. Потому что вот именно это согласие, вот именно это подчинение помазанию, оно позволит помазанию течь через вас. Потому что неверие, оно базируется на том, что я не могу видеть таких чудес в жизни, как я вижу их у какого-то либо там служителя, или мы видим это в Иисусе, мы видим это в Библии. Друзья, мы помазаны. Я соглашаюсь с этим. И я не стесняюсь этого. Понимаете? Это не гордость сказать, я помазан. Это смирение и благодарность. Потому что если эта гордость сказать, что я помазан, ой, эта гордость говорит, что ты помазан. Но, во-первых, это не я сказал, что я помазан. Это Бог сказал, что я помазан. Тогда Иисус, Луки 4, 18, говорит, что Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Если признать, что ты помазан гордостью, тогда Иисус был гордый. А Иисус не был гордым. Мы знаем. Чего-чего не было в Иисусе, так это гордости. Гордость, друзья, это не согласиться с Богом и не согласиться с чем-то ты помазан. А бывает такое, я помню, в ранние дни моего христианства, я думал так, ну я сегодня хорошо помолился, я помазан. А если я не помолился, я не помазан. И такое впечатление, знаете, что помазание то уходит с меня, а то приходит на меня, в зависимости от того, как я поступаю. И знаете, что я заметил? Я помню, часто замечал, что когда я где-то в поездке, я провожу собрание, я не успел помолиться, я не успел подсчитать, потому что я был в дороге, и сразу на собрание приезжаю. Я говорю, а такое помазание было, так мощно было. А когда я готовился, не так было сильно. Я говорю, Господь, в чем дело? Он говорит, ты уповаешь на свою подготовку. Я говорю, Господи, так что мне не готовиться? Он говорит, нет-нет-нет, ты готовься, но не науповай на это. И помазание, это вообще не подготовка, это просто, это жизнь твоя. Вы знаете, я молюсь не для того, чтобы проповедовать. Я читаю Библию не для того, чтобы проповедовать. Я молюсь не для того, чтобы чудеса были. Я читаю Библию не для того, чтобы чудеса были. Я молюсь не для того, чтобы, а потому что. Потому что я люблю Иисуса. Мы с Ним больше говорим друг с другом не о делах, хотя о делах тоже мы говорим с Ним. Я гуляю с Ним не по делам каким-то. Мы просто проводим вместе время, это письмо моего возлюбленного, мы дружим, мы общаемся, мы наслаждаемся друг другом, мы живем вместе, мы просто, вот, вот почему я молюсь, понимаете, я читаю Библию. Но помазание, оно на нас с вами уже с первого дня, когда мы приняли Иисуса, Он Христос, Он помазанник, помазание в нас. Когда мы крещены Духом Святым, помазание сошло на нас. Просто, когда ты общаешься с Богом, когда ты читаешь Библию, ты просто узнаешь, как это делать. Но мы помазаны, слава Господу. И нам нужно согласиться с тем, что мы помазаны для чудес. Хорошо, Господи, отлично, я соглашаюсь, да, чудеса будут. Алло, это так все просто. Я соглашаюсь, Господь, отлично, я помазан. И когда я знаю, что я помазан, у меня есть вера. У меня есть вера, что чудеса будут происходить. Это первое. И второе, я спросил, Господи, что мне нужно для чудес. Он напомнил и говорит, действуй смело в вере. Действуй смело в вере. Вот этот пункт, друзья, это то, чего нам не хватает больше всего, это действовать. Действовать, действовать, действовать. Бог приходит к Гедеону, Гедеон говорит ему, Господин мой, 6 глава, 13 стих. Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его? Где все? Во-первых, где чудеса? А во-вторых, все чудеса. Все чудеса я хочу. Я хочу всех деток вынести из реанимации. Я хочу воскресить всех мертвых, которые будут вокруг меня. Я хочу открыть глаза всем слепым. Я хочу быть способен восполнить любую нужду. Вау. Друзья, я хочу попросить вас, чтобы вы поставили колокольчики, уведомления в YouTube, в Instagram, в Facebook, потому что иногда я делаю эфиры спонтанно, вот, и чтобы вы не пропустили. И он говорит, где все эти чудеса, о которых нам рассказывали отца наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь. Что значит, не оставил нас Господь и предал нас в руки маидинтян. Господь, возребно него, сказал, иди с этой силой твоей. Иди с этой силой твоей. Он спрашивает, где чудеса? Иди. 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 Вот где находятся чудеса. Когда мы действуем. Бытие 19, 22. Бог говорит, поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. То есть чудеса это, когда ты сотрудничаешь вместе с Господом. Павел говорит, мы действуем с великим дерзновением. Павел говорит, мы ходим верой. Вера это ходить. Вера это действовать. Ты приходишь на территорию чудо, и тогда чудеса начинают происходить. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Вот и просто. И тогда чудеса будут происходить. О, Господь мой, мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы превозносим. Здесь есть в эфире кто-нибудь, кто согласится с тем, что вы помазаны. Если ты согласен с тем, что ты помазан для чудес, напиши слово. Напиши слово. Я соглашаюсь. Ну, конечно же, многие из вас могут параллельно сейчас делать какие-то дела, когда вы смотрите этот эфир. Вот. Кто-то чаек пьет, кто-то себе что-то отрезает. Но просто скажите Господу, Господь, я соглашаюсь с тем, что я помазан для чудес. Слава Господу. И сейчас я буду молиться. Я хочу открыть одно местописание. Это Матфея, 9 глава. И еще одно местописание. Сейчас себе отмечу. Одну секундочку. Слава Господу. Скажите, слава Богу. Слава Богу за Его чудеса. Слава Богу за Его силу. Аллилуйя. Вы знаете, друзья, если, может быть, вы видели или нет, я последние недели сделал много пророческих эфиров. Они есть все в YouTube. И вы видели, да, что YouTube поменял алгоритм, конфигурацию, как хотите, форму подачи информации. И раньше все было в пункте видео. А сейчас они разделили на видео и на трансляции. Поэтому вы заходите и туда, и туда. Но если вы не хотите пропустить что-то, тогда поставьте колокольчик. Слава Господу. Аллилуйя. В Ефесянам 6.3 Господь сказал, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Потому что он мне два раза сказал, прочти это местописание, а я в другие местописания ухожу. Как Бог говорит тебе слово, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Долголетие принадлежит тебе. Матфея 9.27. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, помилуй нас Господи, Иисус сын Давида. Вот знаете, для меня вопрос. Два парня слепых, как они следуют за Иисусом? Я не знаю. Но если Иисус рядом, ты этого не перепутаешь. Может быть, кто-то просто помог им. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им. Вы знаете, когда в Артемии слепой кричал Иисусу, Иисус говорит ученикам, приведите его ко мне. И ученики привели его. Вы знаете, есть много людей, которые не знают, как прийти к Иисусу. Они не знают, как получить исцеление об Иисусе. Вы можете сделать это. Вы можете быть теми, кто поможет этим нуждающимся людям в чуде прийти к Иисусу. Вы просто их приводите через молитву. Вы их приводите через проповедь Евангелия. И говорит им Иисус. Давайте я задам этот вопрос сегодня нам всем. Веруйте ли, что я могу сделать это? То есть, смотрите, он не спросил их, верите ли, что в меня? Понимаете, вера в Бога, что Бог есть, это хорошо. Но чудеса находятся в том, когда я верю, что Он может. Что Он может. Скажи, мой Бог может сделать для меня чудо. То, куда я стремлюсь, знаете, друзья, я вам хочу поделиться. Я живу этим, конечно же. Иначе бы я не был служителем, иначе бы я не проводил собрания с чудесами, иначе бы я не молился за людей в интернете и через интернет. Я хочу выйти на тот момент. Вот у Иисуса все происходило сегодня, в один день. Понимаете? Все чудеса, которые Иисус сделал, и люди, которые принимали от Него чудеса, это всегда было сегодня. Я не хочу завтра, если честно. Если не произошло сегодня, завтра я буду верить, что это произойдет. И послезавтра буду продолжать. Я не сдамся. Но подумайте об этом. Вот прямо сейчас с вами происходит чудо. Кому-то приходят деньги на карточку. Или у кого-то появляется зуб. Или ушла зубная боль. Или проблемы с ухом, и что-то произошло, и Господь исцеляет. То есть, или вы сидите в инвалидной коляске, и вы не можете встать. Я помню, как в эфире была одна женщина, и ее выписали умирать. Очень страшная болезнь была. Ее вывезли на инвалидной коляске с больницы. Ей дали там пару месяцев жизни. Она была парализованная от шеи до пят. Полностью парализованное тело. Ни ее руки, ни тело, ни ноги вообще не шевелились. И она смотрела эфир. И я продолжал чувствовать себя Божьим. И она вскочила с инвалидной коляски и была исцелена. И я думаю, Господи, вот что вы всегда так, понимаете? Верите ли, что я могу это сделать? Он не сказал, верите ли, что я это сделаю когда-то? Сейчас. Кто-то скажет, Богдан, ну, вот разуму очень тяжело поверить, что... Я верю, что Бог это сделает, но тяжело поверить, что сейчас. Понимаю. Я даже на служении, когда провожу служение чудес, иногда думал, мысли приходят, будут ли сегодня чудеса? И я понял, если Иисус делает чудеса, значит они будут. Но вот здесь вот, поэтому здесь нужно настолько много обновлять свой разум Божьим Словом, что даже нет вопросов. Это произойдет сегодня. Это даже не обсуждается. Я пожну мой урожай сегодня. Чудо придет ко мне сегодня. Понимаете, да? И он говорит, верите ли, что я могу это сделать? Они говорят, ей, Господи, вот это ей никак не могу истолковать. Что за ей? Ну ладно. Почему они могли поверить, что их глаза откроются? Потому что они знали, что он Господь. Ты господствуешь над болезнями. Тогда он коснулся их глаз и сказал, по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. И они в полном послушании. А они выйдя, разгласили это о нем по всей земле той. Знаете, друзья, я думаю, что Иисус, что Иисус знал, что они разболтаются. Ну как это, открылись глаза. Ой, какое славное чудо. Какое славное чудо. Это сильно. Я вспоминаю, когда у этой бабушки открылись два слепых глаза. Я хотел бы с ней пойти к ней домой и посмотреть, как родные и близкие отреагируют. Я не знаю, что я не пошел, не подумал об этом. Мы веруем, Господи, что Ты делаешь чудеса. Мы верим, что Ты можешь сделать чудеса. У нас есть такая необходимость в чуде. У нас есть жажда видеть Твои чудеса. И я знаю, что Ты совершишь сегодня много чудес. Я знаю, я знаю, я знаю, что Ты знаешь. Мы ни капельки не сомневаемся в Тебе. Мы в завете чудес. И поклонение принадлежит Тебе. Мы признаем Твое господство, Господи. Давайте молиться все вместе. Мы признаем Твое господство над частью тела, над организмом, над болезнью, над сосудистой системой, над позвоночником, над астмой, над легкими. Мы признаем Твое господство над отсутствием денег. Твое господство в разных ситуациях, в отношениях, которые должны будут быть восстановлены. Знаете, в одном из последних эфиров пророческих я увидел в Духе, я дал это пророчество, что кто-то сегодня что-то уронил. Ну, это могло быть все что угодно, там ложка, там, не знаю, там, тряпочка, все что угодно, книжка. И Господь хочет вам сказать, что кто уронил, у того в семье восстанавливаются отношения. И мне написало несколько людей, что они роняли в этот день. Но одна, одна сестричка написала, говорит, у меня в руках сегодня, я не помню, что было, я уронила, говорит, но у меня были большие проблемы. Или с отцом, по-моему, если я ошибусь, и эта сестричка смотрит, простите, по-моему, с отцом. И говорит, и в этот день наши отношения восстановились так, что даже я плакала. Вау, Бог действует, и это так радует, слава Господу. Иисус, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, мы ставим Твое Слово выше обстоятельств. Я отказываюсь задавать вопросы, сомнения моему Господу. Я признаю то, что я помазан для чудес. Я выбираю действовать в вере. Аллилуйя. Несмотря на обстоятельства, я действую. И Иисус, мы превозносим. Твое присутствие, оно захватывает нас. И в этом эфире, Иисус, в эти несколько минут, я не спешу. У нас нет успешки. Мы позволяем Тебе сделать все, что Ты хочешь. Делай, Господи. Служи сейчас своему народу. Отдышка. У кого-то ушла сейчас отдышка. Кому-то позвонят по номеру, по вашему телефону и скажут о повышении на вашей работе, либо повышении финансов, либо повышении вашего статуса на вашей работе. Чьи-то икры исцеляются прямо сейчас. У вас есть ребенок, мальчик. У него волосы черного цвета. Его возраст от 8 до 12 лет. И у него есть проблемы, либо в сфере психики, либо есть какие-то очень сильные отклонения в его теле, и он не живет, как естественный ребенок. Ну, как дети, естественно, живем. Обнимите этого ребенка и прикажите ему быть абсолютно здоровым. Потому что Бог видит его абсолютно здоровым. Кто-то есть в эфире, и ваш номер телефона заканчивается на цифру 6. Бог сделает что-то новое в сфере вашего автомобиля. Сегодня удивительные чудеса Господь открывает. Аллилуйя. Также я вижу число 352. Либо вам 52 года, и вы родились в марте. Либо это номер вашей квартиры. Либо вам 35 лет, и вы родились в феврале. Но я вижу число 352. Может быть, у вас номер дома 3, квартира 52. Но это число что-то значит для вас, и оно идет цельным. И Господь сделает для вас великое чудо. Вы спросите, Богдан, почему Бог так говорит? Он хочет привлечь чье-то внимание. И через это привлечение внимания в жизнь этого человека высвобождается чудо. Потому что он верит, услышав это. А вы, если не услышали что-то для себя, значит, Бог думает, что у вас достаточно веры, и вы можете получить без каких-либо подсказок слова знания. Значит, вы на более высоком уровне вашей веры. Исцеление течет, как река. И вы соглашаетесь с тем, что Бог может делать чудо, и Он делает это прямо сейчас. Друзья, все, что Бог делает, Он делает это всегда сейчас. И вы верой покрываете, вы, знаете, на слово ловите Бога. Вам достаточно доверия. Вы просто знаете, что Он это делает. Вы просто знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, и вы не требуете физических доказательств. Вы не будете основывать свою веру на проявлениях. Вы основываете свою веру на честности Бога. Вы говорите, Бог, я тебе доверяю. Вы знаете, это подобно тому, если вы отсылаете посылку через какую-то почту там, в вашей стране, и посылка будет идти два дня, вы просто доверяете. Вы не видите, как посылка пошла. Но в эти два дня вы верите, что эта организация, которая занимается посылками, что они сделают это, или кто-то вам выслал посылку, вы ждете ее два дня верой. Вы же не видите, в какой машине она едет. Как она доставляется. Вы верите им на слово. Вы верите Богу на слово. И это есть превосходство. Вот для этих людей чудеса текут легко. Господь, хорошо, отлично. Богдан за меня молился. Я верю, что ты ответил на молитву. Аминь. Мы поклоняемся тебе, Иисус. Давайте немножко прославим Господа. Здесь такое драгоценность. Я чувствую такое густое помазание. Такое густое-густое помазание. Аллилуйя. Ты царь царей, Господь господствующий. Ты владыка владык. Немощи и болезни. Они не останутся в твоем присутствии. Всякие отношения, которые были холодными, они тают. Потому что твое слово говорит, что перед твоим лицом даже горы тают. Всякий холод в отношениях, всякий раздор в отношениях, всякая гора, которая разделила людей в отношениях. Я молюсь прямо сейчас, чтобы это все растаяло. И это тает. Может, вы сделаете первый шаг навстречу этому человеку. Вы скажете, я не могу, у нас препятствия. Нет, их нет. Уже все, уже их нет. Просто идите. Вы думаете, что есть. На самом деле, пойдите, поговорите с этим человеком. И вы увидите, вау, как круто, Господь сделал чудо. Я провозглашаю восстановление семейных отношений. Я провозглашаю, что политическая ситуация в вашей стране, она меняется. Аллилуйя. И скоро будут заголовки о великих переменах в газетах, будут большие заголовки. Чего-то колено исцеляется. У кого-то проблема кишечника в области печени. Вот часть кишечника, где печень, где желчный. Господи, там, где аппендицит. Это исцеляется прямо сейчас. Это исцеляется. У кого-то на рентгене, в брюшной полости, ваша вся брюшная полость, там есть проблемы. Господь исцеляет. Туберкулез уходит, аутизм исчезает, эпилепсия уходит, рассеянный склероз уходит. Бог сейчас занимается тяжелыми болезнями. Все болезни тяжелые. Но я услышал конкретное слово. Тяжелые болезни. Они исцеляются прямо сейчас. Если вы знаете людей с тяжелыми болезнями, пожалуйста, пошлите им этот эфир. Но попросите их прослушать от начала до конца. Потому что слово подготовит их для получения чуда, для молитвы. Это, знаете, подобно тому, когда человек приходит к врачу. И врач ему сначала рассказывает, что к чему. А потом уже выписывает лекарство, которое ему надо. Потому что в Слове Божьем есть сила. Оно лекарство. Оно взогревает веру. Отец, я молюсь, чтобы твое густое помазание, оно окутало сейчас каждого твоего ребенка. Там, где они находятся. Они уделили время. И они ищут тебя. И они действительно нуждаются в чудесах. И я знаю, я чувствую это, друзья. Я чувствую ваши сердца. Вы нисколько не сомневаетесь в чудесах. Я вижу это моим духом. Мне Господь показывает это. Вы никогда не обвиняли Бога, что Он что-то не сделал. И Он видит, что вы смотрите на Него. И Он видит, что вы нуждаетесь в чудо. И я хочу вам сказать, что вы будьте уверены, Бог делает чудо. Поверьте, Бог делает чудо. Я пророчествую, что мы увидим от 10 до 20 чудес, связанных с машинами. И не забудьте мне написать, хорошо? От 10 до 20 свидетельств, что-либо связанное с автомобилем. Либо с приходом автомобиля. Либо с ремонтом автомобиля. Но, скорее всего, что с приходом. Я пророчествую, я высвобождаю этого имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Твое присутствие такое драгоценное. Твое присутствие такое нужное. Слава Господу. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Аллилуйя. И также я вижу сейчас, что помазание течет в сфере финансов. Это подобно, как рыба подплыла к Иисусу, и у нее во рту были деньги. Я хочу вам сказать, я говорю это пророчески, я чувствую на себе руку Божью. Знаете, у меня на спине лежит рука Божья, и он мне говорит, вперед, парень, вперед, парень. Потому что я знаю, что я сейчас скажу. Есть разные пути, по которым финансы к нам приходят. Работа, сеяние, благословение, наследство. Но сегодня это тот момент, когда деньги придут чудесным образом. Петр был рыбак. Он умел ловить рыбу, продавать ее и зарабатывать деньги. Но был момент, когда Иисус решил, что деньги должны прийти чудотворным образом. И он говорит Петру, пойди на речку, забрось удочку, поймаешь рыбу, и у нее в устах будет рыба. Это удивительно, как рыба с монетой во рту может захлотить крючок. Все чудотворно. Слава Господу. Бог нанизывает финансы на твой крючок веры. И на твое послушание. И на твое семя. И я хочу сказать, я вижу это пророчески, что помазание течет. Это жидкое помазание изобилия. Оно течет в ваши финансы. И вы увидите чудо. Я пророчествую. От 50 до 150 человек получат финансовое чудо. Пообещайте Богу прямо сейчас, что вы дадите мне свидетельство в сообщении, в мессенджер, инстаграм, напишите мне лично, что вы получили финансовое чудо. Пообещайте, пожалуйста. Потому что мы должны будем это все представить и рассказать. Я благодарю тебя, Иисус. И мы принимаем эти финансовые чудеса. Мы принимаем помазание для финансового чуда. Во имя Иисуса в этот раз это будет чудо. Финансовые чудеса не отменяют работу. Помазание не отменяет труд. Но оно производит сверхъестественные результаты. Когда вашего труда уже недостаточно. А мы с вами ограничены. Нашего труда всегда будет недостаточно. В отношении нашего видения, в отношении наших мечтаний и в отношении наших желаний. Вот здесь вот и есть работает помазание, чтобы сделать чудо в сфере финансов. Я вижу женщину. Однажды вы заплетали своей дочери косички. И вот этот момент, когда вы натягивали волосы. Там есть такой момент. У меня же дочь, я помню, как же она делала. И когда волосы нужно так вот сделать, девочка испытывала боль, такую сильную натяжку волос. И было больно, она кричала, она вздрагивала. Она могла вас обвинить, она плакала. И что-то произошло в ваших отношениях, что-то сломалось. Господь исцеляет этот момент. Вы увидите, ваша дочь, она обратится к вам. А вы ей скажете, вы можете ей сказать, я не причиняла тебе боли, я старалась сделать что-то красивое. Вот если у вас такое было, Господь, он касается ваших отношений с вашей дочерью. Аллилуйя. Аллилуйя. Поджелудочная. Она исцеляется. У вас были нервные стрессы. Есть люди, вы настолько измотались, что даже если вам будут делать массаж, массажист говорил или скажет, что ваше все тело зажато. И никто, может быть, не знает, но вы очень сильно зажаты в вашей жизни от стрессов, волнений, переживаний. Все идет не так, все уже раздражает вас. Вы настолько зажаты внутри. И Господь расслабит вас. Он успокоит вас. И эта тяжесть зажатости от стресса, она уйдет. И вы начнете получать ваше исцеление. Слава Господу. Иисус, мы превозносим тебя. Мы поклоняемся тебе. Мы любим тебя. Ты делаешь все чудеса, которые сегодня нужны людям. Но ты переводишь нас на новые платформы чудес, на новые широты чудес, на новое количество чудес, чтобы чудес стало больше. Потому что ты творишь их без числа, как говорит твое слово. И мы соглашаемся с тем, что мы помазаны. И мы будем выступать в вере. И мы выступаем в вере. Зрение, исцелись прямо сейчас. Рак, уйди прямо сейчас. Принимайте ваши чудеса. У кого-то есть проблема. Правая рука в области запястья и лодыжки. Какой-то есть у вас проблема. У кого-то есть гипс на руке. И Господь исцеляет прямо сейчас. И я верю, что там уже все исцелено. Вы даже проверите себя. Аллилуйя. Благодарим тебя, Господь. Подагра исцеляется. У кого-то есть проблема в верхней части зубов. Справа и слева. Верхняя часть. Господь делает какое-то чудо. Господь запломбируй эти зубы. Прочисти каналы этих чудес. Исцели корничек зубов. Пусть уйдет флюс. У кого-то есть проблема. У вас с перегородкой носовой. Какие-то проблемы. Вам тяжело дышать. Господь исцеляет вас. Так же это может быть банальный насморк. Либо что-то мешает вашим дыхательным каналам. Господь исцеляет. Ваши уши начинают слышать лучше. Прямо сейчас. Кто-то сейчас подумал. Господь, а мне что-то скажи для чуда. Вот тот, кто сейчас так подумал. Господь говорит, что к вам приходит. Извините. К вам приходит чудо во имя Иисуса Христа. Я тут периодически проверяю свою связь. Слава Господу. Слава Господу. Мы благодарим тебя, Иисус. Мы превозносим тебя. Мы превозносим тебя, наш Господь Иисус. Нас в эфире на двух платформах почти 650 человек. Это всегда идет умножение. После часа эфира всегда идет умножение. Аллилуйя. Давайте побудем еще в эфире, если вы не выключаетесь. Мы побудем в эфире. Пишите ваши. Пожалуйста, пишите то, что с вами произошло. Аллилуйя. Давайте поклоняться Господу. Давайте верить Господу. Чудеса умножаются. Чудеса умножаются. Чудеса умножаются. Аллилуйя. Я вижу семью в духе. И ваш ребенок катался на велосипеде. И, может быть, он упал с велосипеда. Но я больше вижу, что там, где цепь, может быть, брючки затянула эта цепь. Короче, какая-то проблема была связана с цепью в велосипеде. И из-за этого ваш ребенок, по-моему, больше не захотел кататься. Либо произошло то, что вы повысили тон на ребенка из-за того, что вы купили этот велосипед, ему что-то там пошло не так. И Господь просит вас, чтобы вы обняли своего ребенка и сказали, велосипед не важно, ты важен. Давай забудем. Обнимите вашего ребенка. Потому что ваш ребенок на самом деле тогда не был виноват. Там что-то произошло само собой. Но если вы помните, что вы повысили свой тон на ребенка или что-то как-то небрежно отнеслись к нему из-за этого велосипеда, потому что вы купили этот велосипед, вы вложили деньги. Я верю, что Господь хочет, чтобы вы обняли своего ребенка, обняли его, может быть, даже извинились. Если с вами эта ситуация произошла, я хочу попросить вас написать мне лично, что да, это так было. Меня это очень сильно ободрит. Но я верю, что я услышал. Я услышал Господа. Если в вашем номере телефона есть число 358, и оно идет вместе, нераздельно, 358 через число, оно идет рядом, оно идет рядом, вы получите чудо в размером 20 долларов. Размером в 20 долларов. Но после этого ваша финансовая сфера никогда не останется прежней. Потом напишите мне обязательно. Иисус, мы поднимаем к тебе наши руки, мы поклоняемся тебе. Аллилуйя. Я благодарю тебя за каждого человека в эфире. Я хочу помолиться за два с двумя молитвами. Отец Небесный, я молюсь, чтобы с этого дня эти драгоценные братья и сестры, они переживали твое присутствие, как никогда раньше. Я молюсь, чтобы всякое засохшее место в жизни человека, в молитве, это ожило и начало приносить снова плод во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Освежение в сферу молитвы. Переживание твоего присутствия. И также второе я молюсь, чтобы уплотнилось помазание, чтобы оно усилилось в сфере чудес. Я молюсь о ревности и дерзновении, о ревности и дерзновении в сфере чудес для этих драгоценных людей. Чтобы для них это было просто, легко, естественно. Это как норма жизни. Я молюсь, чтобы каждый из них увидел минимум 20 чудес, которые они могут совершить с тобой до Нового года, до начала Нового года. Минимум 20 чудес. Чьи-то глухие уши открылись прямо сейчас. Чьи-то глухие уши. Искривление позвоночника ушло прямо сейчас. У кого-то на позвоночнике есть какой-то нарост. Может быть, это солевые шишки. Это уходит прямо сейчас. У кого-то проблема с дисками. Я вижу очень сложные позвоночные проблемы. Реально сложные. Это исцеляется прямо сейчас. Я почувствовал сейчас взрыв славы Божьей. Я почувствовал, что что-то изменилось прямо сейчас. Я прямо ощущаю это в атмосфере. Вау, так сильно. Принимайте чудеса. Принимайте чудеса для ваших детей. Бегите к вашим детям прямо сейчас, если они рядом. Возлагайте на них руки. Берите ваши кошельки. Берите ваши карточки. Провозглашайте чудеса. Начинайте Богу прямо сейчас называть ваши мечты. Это момент просить. Просите сейчас. Иисус сказал, просите и дано будет вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Что-то произошло сейчас. Что-то высвободилось сейчас. Я чувствую это. Иисус, мы принимаем. Мы принимаем. Мы принимаем. Мы принимаем. Я называю это осуществленным. Я называю это тем, что это уже осуществилось. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Что-то происходит, друзья. У нас будет так много свидетельств. Бог движется могущественным образом. Аллилуйя. Благодарю тебя, что помазание в сфере молитвы и помазание для чудес, это умножается в их жизни. Народы будут меняться. Я пророчествую, что чудеса повлияют на правительство. Вы знаете, я видел это в истории Библии. Я слышал это в истории христианства. И недавно я разговаривал с одной женщиной-пророком. Ее зовут Синди Джейкобс. Наверное, многие вы знаете. Она генерал Божий и пророк. Мы по телефону с ней общались. И она мне сказала, продолжай, Богдан, молиться за больных и молись за правительство. Они болеют и они нуждаются в чудесах. И она говорит, это приведет тебя к правительствам, если ты будешь двигаться в чудесах. Молитесь. И я верю, что правительство увидит чудеса Божьи. И они увидят в них поддержку для того, чтобы помочь своим странам. Я верю в это. Я верю в это всем своим сердцем. Но как они увидят чудеса? Через нас. Мы же с вами помазаны для чудес. Мы же с вами согласились, что мы помазаны для чудес. Слава Господу. Мы превозносим тебя, Господь Иисус. Мы поклоняемся тебе, Господь Иисус. Друзья, у нас такой чудесный эфир. Река продолжает течь. Если вы остаетесь жаждущими сейчас, если вы еще в эфире, тогда помазание будет умножаться. Аллилуйя. Я смотрю, у нас все больше и больше становится уже почти 670 человек на двух платформах. Здорово. Мы так и до тысячи дойдем. Я готов служить и не останавливаться. И давайте слушать, что Бог будет делать дальше. Бог, я слышу, Бог прикасается к твоему ребенку. Аллилуйя. Давайте помолимся о наших детях. Хорошо? Молитесь прямо сейчас о своих детях. Если у вас еще нет детей, молитесь за своих будущих детей. Но я хочу вас попросить в разуме, молясь за своего ребенка, держите в разуме всех детей, каждого человека, кто в эфире сейчас, и кто будет смотреть в записи, и молитесь тоже за их детей. Хорошо? И за своих, и за всех детей, всех присутствующих сейчас в эфире. А все молятся за вашего ребенка. Вау. Давайте сделаем это. Окей? Хорошо, поднимите вашу руку Господу. Господь Иисус, я молюсь за моих детей. И, конечно же, я молюсь за детей. Каждого человека, кто есть в эфире, кто будет смотреть записи, я прошу тебя, благослови детей. Всех детей благослови. И моих детей благослови. Пусть они будут жаждущими тебя, знающими тебя, знающими тебя, слышащими тебя, ищущими тебя, ходящими с тобой. Влеки их к себе. Дай им дух премудрости и откровения к познанию тебя. И просвети очи их сердца, чтобы они познали, в чем состоит надежда призвания твоего для них, какое богатство славного наследия твоего для них, и как безмерно величие могущества твоего в них. По действию державной силы, которой ты действуешь во Христе, воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Мы приносим и отдаем наших детей в твои руки. Ты помогаешь им, ангелы помогают им. Я прошу тебя, чтобы ты окружил моих детей хорошими и правильными людьми. Я благодарю тебя, что ты вкладываешь благоволение в сердца людей в отношении моих детей. Они мудрые, они успешные, пусть твой огонь горит в их сердцах, пусть у них будут мечты, пусть у них будет видение, пусть у них будут сны. Я говорю им крепость здоровья и долголетие в жизни. Огради их от плохих и неправильных людей. Спасибо тебе, Господи, что ты с нашими детьми. Спасибо тебе, что ты дал нам наших детей. И дай нам мудрость, Господь, как родителям правильно себя вести с нашими детками. Спасибо тебе за моих детей, Господь. Поблагодарите, Господа, за вашего ребенка. Что-то высвободилось ваших детей. Аллилуйя, мы превозносим тебя, мы поклоняемся тебе, мы любим тебя, Иисус. Мы открываем свои сердца перед тобой. Мы увидим такое количество чудес, исцелений, которого не было никогда в истории. Никогда в истории. Вы знаете, дьявол, он очень сильно атаковал сейчас мир, людей по всему миру. Очень сильно. Очень сильно. Эпидемии, болезни, войны, голод. Это все происходит на нашей планете. Очень сильно. Но я вам хочу сказать, Бог ответит. Никогда, друзья, никогда не было такого, чтобы Бог не ответил на то, что делает дьявол. Мы увидим с вами такую славу. Мы увидим с вами такую силу. Вот это все, что описано здесь, по сравнению с тем, что мы с вами увидим, это будет слишком мало, хотя это слишком много, но мы увидим с вами несравненно больше всего. Эфесянам 3.20. Дела, которые Он творил, Иисус, мы сотворим больше. Я вам говорю, воскрешение мертвых, это будет легко. Вот так. Вот так. Не надо будет долго молиться. Я пророчествую, дети будут воскрешать мертвых. Исцеление льется, как река, и затапливает все. И прямо сейчас Бог касается, исцеляет вас. Кто-то исцелился сейчас. Есть женщина, у вас очень пышные волосы, они такого цвета русые. Господь исцеляет вас. И я вижу женщин, у которых есть кожа, проблема кожи головы или рук также, какие-то, знаете, как шершавость такая, или красные какие-то, такие вот покраснения. Господь исцеляет прямо сейчас. Катаракта ушла прямо сейчас. Исцеление зрения происходит прямо сейчас. Мушки уходят, зрачки исцеляются, нервные окончания глаз исцеляются. Прямо сейчас. О, Господь наш, мы любим тебя. Мы любим тебя, мы любим тебя. Мы любим тебя. Слава тебе, Господь. Вы знаете, я буквально три минуты назад подумал, что если настанет 700 человек в эфире, тогда произойдет еще больше чудес. И будет высвобождение больших чудес. Тоже. Нас сейчас на двух платформах больше 700 человек. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог сделал это в освобождении многих чудес. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Что все, что было вашим нулем, оно заполнится до семи. Это пророчески, друзья. Потому что я увидел, что семерка и два нуля. Семерка – это божественное число. На седьмой день, к седьмому дню все было сделано Господом. Все было сделано. Для человека. Здоровое тело. Богатая земля. Все, что нужно для жизни. Все было сделано. Всякие ноли в нашей жизни, всякое отсутствие, оно заполнится не до одного, не до двух, не до трех. До семи. В семь крат больше всего. В семь крат больше чудес. В семь крат больше финансов. В семь крат больше жажды по Богу, по Его Слову. В семь крат больше спасенных душ через вашу жизнь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем семикратное умножение. Вы знаете, друзья, а я верю. Я верю в это. Я, даже если бы это не было пророчески, я все равно верю, потому что это здесь есть. Здесь не то, что в семь крат. Он нам обещал в сто крат. В тридцать, шестьдесят, в сто крат, второзаконие один одиннадцать, тысячу крат. Понимаете? А здесь семь. И это пророчески. Слава Господу. Аллилуйя. Поднимите ваши руки, скажите, Господь, мы принимаем. Скажите, Господь, я принимаю. Я принимаю, я принимаю, я принимаю в семь крат больше. В семь крат больше. Я принимаю Господь во имя Иисуса. Библия говорит, верьте пророкам и будет вам успех. Ты всемогущий Бог. Мы так благодарны тебе за этот эфир. Мы так благодарны тебе за все, что ты нам говоришь в этом эфире. Мы так благодарны тебе за все, что ты делаешь в этом эфире. Я так благодарен тебе за каждого человека. Я так благодарен тебе за каждое чудо, которое произошло и происходит прямо сейчас. В облегчении в области таза, исцеление копчика, исцеление пяток. Не только нижняя часть пятки, а часть пятки, которая поднимается выше и идет продолжением ноги. Господь исцеляет вас. И, конечно же, исцеление от рака. Господь исцеляет вас. Семикратное умножение чудес. Семикратное открытие глаз. Вы знаете, я видел 70 слепых глаз открытых и недавно у кошки открылся слепой глаз. Не знаю, считать ли это 71. Значит, я принимаю 490 открытых слепых глаз. Вообще у меня первая цель это 100, вторая 400 и дальше. 490 принимаю для себя. Вы знаете, для чудес нужно быть детским. Для чудес нужно быть в какой-то мере недумающим, нелогичным. Ты просто ухватываешься за это. Ты просто ухватываешься. Знаете, когда... И, конечно же, из-за того, что мы с вами знаем Писание, знаете, как ребенок, вот маленький ребенок, вспомните себя, когда вы кормили вашего ребенка. Вы помните? Вы только ложку подносите, и он открыл ротик. Он, знаете, он не так, он не изучает. Так, а что мама ему дает? А что там папа? Чем его кормит? Нет, он просто... Потому что он знает, кто дает. И когда он знает, кто дает, тогда ты, независимо от чего, ты просто это принимаешь. Аллилуйя. И, конечно же, Писание, оно идет первичным. Но также Библия. Но также Библия говорит о пророческом. Иисус был не только учителем, он был пророком. А пророческие вещи, они происходят здесь с цифрами, с именами, с чем-то, что Бог говорит прямо сейчас. Аллилуйя. Слава Господу. Так. Аллилуйя. В семь крат больше. Хорошо. Есть чувство ожидания. Есть чувство жажды. Это то, что я ощущаю прямо сейчас. Мы благодарим тебя. Напишите ваши свидетельства прямо сейчас. Я приглашаю вас, если вы захотите посеять в это служение, которое Бог доверил мне. Не стесняюсь, потому что Библия говорит об этом. И я верю, что ваше семя умножится минимум семь крат. Я верю в это. Я знаю это. Вас это не обязывает. Но если вы захотите, вы можете посеять в это служение. Если вы в YouTube. Там где-то в шапке у меня есть. В YouTube заглавик там есть, как вы можете посеять. И если вы не знаете, как это сделать, напишите мне в сообщении в Facebook, в Messenger. В моем Telegram канале можно это сделать. И в Instagram это можно сделать. Хорошо? И Бог умножит ваши семьи в семь крат. Но также я хочу вам сказать, что поделитесь этим эфиром. Поставьте уведомления в YouTube, чтобы вы не пропускали эфиры. Сила Божья высвободена. Сила Божья делает сейчас великие вещи. Давайте прославим Господа. Господь Иисус, мы прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы любим Тебя, наш Господь Иисус. Мы знаем точно, что мы услышим такие свидетельства, которых мы никогда не слышали. Мы услышим такое количество, которого мы еще не слышали. Я напоминаю, что от 50 до 150 человек вы дадите свидетельство о финансовом чуде. От 10 до 20 человек вы дадите свидетельство о сфере машины. Я знаю, я знаю, что я знаю. Аллилуйя. Поэтому пишите, мы будем зачитывать, и пусть Иисус прославляется. Господь Иисус, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Работа сделана, мы остаемся в вере. Мы согласились с тем, что мы помазаны для чудес, и мы выступаем в вере. Смело выступаем в вере против дьявола, против болезней, против немощи, против недостатка и нищеты, против всякого угнетения, которым дьявол угнетает. И мы идем с Тобой, Господь, под знаменем нашего Господа, под знаменем любви и победы. Мы торжествующая армия Божия. Мы приносим свет в этом мире. Бог будет использовать Тебя. Его перст указывает на Твою жизнь. Его рука на Твоей жизни. Твоя семья будет преображена могущественным образом. О, Господь, слава Тебя. Друзья, небольшая реклама. Я позавчера делал эфир в 2 часа ночи. Кстати, Господь не дал мне спать. Я вышел в 2 часа ночи в эфир в Инстаграм. И я сделал эфир. И было чудесное пророческое слово о сменах, сезонах, о еще других вещах. И это есть у меня в видео. Пункт там, где написано видео в Ютуб, либо на моем Фейсбук. Не в трансляциях, по-моему, а именно в видео. Посмотрите, потому что там такое сильное слово. Я был настолько сильно благословлен. Слава Господу. Ну что, огромное вам спасибо, чтобы вы были в эфире. Поделитесь этим эфиром. Подписывайтесь на мой Ютуб канал. Ставьте лайки, колокольчики. И большое вам спасибо. Вы человек чудес. Умножение в 7 крат. Умножение в 7 крат. Умножение в 7 крат.